Ролик создан благодаря поддержке подписчиков сервиса Boosty и также Donation Alerts. Благодарю всех и каждого за вклад в общее дело. Здарова, друзья, с вами Фея. Продолжаем проходить Хорни Мод. В Думы Теннелл. Это второе задание. И оно не сильно отличается от предыдущего. Как видите, по самим аренам, также Блиц Раундам, бонусным заданиям. И в этом плане прохождение будет не сильно отличаться от, к примеру, предыдущего задания. Единственное, что в начале уровня мы можем видеть Блиц Раунд, по-моему, номер 2. Именно паркурное испытание. Как оно будет выглядеть и какие препятствия там будут для нас предоставлены. Заранее могу единственное, что порадовать. Нам к этому моменту выдаст уже двустволку. Потому что там есть крюк. И как бы без него прохождение этой арены. Но не то, что бы невозможно. Оно будет сильно сложнее. Но игра чисто под доброй душе нам выдаст к этому моменту двустволку. И поэтому у нас хоть какое-то нормальное оружие в итоге появится. Для комбинации и в целом для выживания. Также не менее важно. Нам здесь заведуют сразу же в начале БФГ. Но спешу, наверное, огорчить БФГ. Я пользоваться не буду. И вам, если вы собираетесь также взять этот режим с упором на хороший счет. Не рекомендую его использовать. Почему? Как я уже говорил, в игре есть испытания, руны и так далее. Которые нам нужно выполнять, чтобы получить также за Тодоб очки. И финальный счет увеличить в разы. Это как в Сэме делать секреты, получая за них по 10 тысяч за каждый и плюс. Эти 10 тысяч будут умножаться на вашу сложность. Например, Сириус 55. И получать там, ну, вообще бешеные цифры за эти секреты. Также на этом уровне нам будет 10 демонов заморозить. Убить 4, ну, не совсем 4, 4 слабых вместо Ревенанта. И еще плюс 3 пинки разными способами. Ясю к тому, что на этом режиме, чем выше сложность, чем выше награда за сложность. Соответственно, по итогу за испытания также дается солидная награда, если мы их с вами выполняем. И также есть дурацкие такие мини-испытания. По типу вот не используя БФГ. То есть вообще. За него дадут очень хорошую награду в конце. Скорее всего, даже больше, чем за какие-то другие испытания. Поэтому я рекомендую не использовать БФГ, чтобы получить этот бонус. Сам я о нем узнал, лишь когда прошел режим первый раз. И там пишут, что там то ли писали вот это вот то ли за использование, то ли за... То, что я, наоборот, использовал БФГ, и как бы задача сама была провалена. Ну, в общем, смысл один тот же. Что задание было провалено, поэтому награды за него вы не получили. Так, пока есть немножко времени. Погасим зомбей замороженных. Нам еще надо около 8 штук, да, убить? Ух, ребята. Это вы вовремя вышли. Ой. Так, именно демоны, да? А я немножко не готов к этому. О, черт. О, черт. Вот, я точно не был готов вот к такому парню. И это пустая... Буделка. Ладно, серебряный наград тоже, в принципе, ничего. Но можно было и золотой, конечно, получить. Я что-то просто не подумал, что у меня базуку пустая. А, я на другую оборону потратил, точно. Который в броне был. Плюс еще и фейн задушил, по-моему, с нее. Ну, ладно. Ничего страшного. Все равно мы этот бонус, скорее всего, нормально применить не сможем. Я не смог найти... Нужно арены и место, где я бы... Прям... С умом смог бы его это использовать. Так, тут уже посерьезнее. Ага, бородер еще здесь. Ну что. Побегаем. Вот прям такой душлины, конечно, я еще давно не занимался. Убивать мародера с базуки и тело-пушки. Ну, свапывайте две пушки. Вот этого не для полного счастья, прям вот я не хотела. Ну, будем пытаться, я не знаю. Не то, чтобы это прям тяжело. Просто это, ну, такое себе занятие. Можно... Можно, конечно, быть немножко проще в этом плане использовать кулак еще. Но здесь как будто не хватает демонов, которые вам хотят в этом еще помочь дополнительно. Да-да, попробую все-таки с кулака его подушить. Я еще хочу вот так вот попробовать. Ну, по-моему, термоудар его не станет, кстати. Насколько я знаю. Ух. Там, кажется, Манкубус все это время стоял сзади. Слава богу, я его заметил краешком экрана. Так, отойдем от него. Ну, я имею в виду этот Манкубуса. Ай! Блин, я хотел тебя кулаком попинать. Сдохок, скотина. Так, ну... По-моему, это конец волны. Опять же, я могу ошибаться. Наверное, есть смысл подготовиться и... С помощью натиска побольше очков получить за этих баронов. То есть, заранее так, так. А, второй барон убежал, да? Я еще не подготовил пушку. Но за барону я награду получил. Как и хотел. А, кстати, из Манкубуса тоже доли. Ладно. Казалось бы, задача уже была провалена, но... Тем не менее, мы с ней справились. Больше, мальчик. Не, конечно, это все в целом интересно. Но вот мне это напоминает, например, времена прохождения мастер-уровня Кровавого Гнезда в классическом режиме. Господи! Там... Там... Надо в самом начале уровня... С дробовичка... Гранатками этого тирана валить. Это прям вообще такая бодливая. Мне вообще не понравилось. Здесь что-то такое похожее есть. Ну, чисто такое занятие на любителя. Ой. Да. Обещайся. Так. Надо как-то этих зомби все в кучу погнать. Только там еще... А, все. По заморозкам и все уже, да? Ну, ладно. Все равно соберем их, чтобы... Куда? Али. Али. Ничего не понял, но очень интересно. Кто-то помню, писал. Можно смотреть буквально на три вещи в этом мире. Как горит огонь, течет вода, и как зомби прыгают с платформы на платформу. Что-что-то в этом есть такое, на самом деле. Я скажу, что нам дали пулемет. Это далеко не лучше оружие, которое можно было бы здесь получить. Так что... Чувствую, вот эту арену нам будет очень тяжело пройти. Без шуток тяжело. Наша задача здесь... Убить десятерых рыцаря Ада. Ну, вроде бы казалось, это не так и сложно в целом-то. Ну, типа не так сложно. Но пространство очень ограничено, во-первых. А во-вторых, здесь визгуны. И как только мы заденем хотя бы одного, все, нам жопа. Сушите сухари. Не знаю, там... Лишите топор. Чего хотите, в общем, делайте. Но... Вам, скорее всего, жопа. Либо сами отъедете... Или просто завалить этот квест. Так, у меня через 15 секунд, отлично. И один недобитый рыцарь. Так что я с этим заданием справился. Да, я убивал здесь порядка 15, где-то их, может, даже 18. Но это прям вот реально... Это мой был потолок. Который я смог здесь сделать с оружием, который мне выдавали к этому моменту. Больше у меня вот... Ну, никак не получилось. Ужить вот. Воевать мне получается только вот в этом углу. Потому что безгны, слава богу, не двигаются здесь. Ну, можно как-то еще вот тут играть, конечно. Но любой урон по площади, тот же кулак или базука, она пробивает безгунов, и все, и начинается. Если два уже завелись, то, скорее всего, наверное, быстро их убить и сможете. И Блицраут завалить. А если Блицраут завален, значит и долг жизни не получим. Плюс еще свою дополнительную жизнь потеряем. Еще и монетки не пособираем. Так что прям... Одно вот такое вот испытание может буквально, в смысле, вот весь заход испортить. Просто весь заход испортить. Так, тут нам надо пособирать монеток немножко. Вот так, чтобы нас при этом не убили. И не помешали нам это сделать. Но, не знаю, у меня всегда получалось спокойно где-то на середине серебра собрать все 20 монет. Получить три жизни дополнительные, которые нам определенно пригодятся. И запустить вторую арену. Если вы думаете, что 18 жизней это как бы много, и что, ну... В чем проблема в целом, пройти этот режим, то вы сильно ошибаетесь. Третий этап вам это, в принципе, докажет, что это, ну, далеко не легкое испытание в целом. Вот эта арена, она такая, ну, средненькая. Не сильно сложная, ну и прям, не сказать, чтобы легкотня. Вот, третий бот. Ну, понятно дело, посложнее. Так, вижу, вижу. Ой, зря я тебя заморозил, братан. Вообще зря. Вообще, такую фигню сделал, короче. Ладно. Какую фигню спорол. В принципе, нам очень скоро уже получат еще одно новое оружие, которое нам реально уже поможет пройти данный режим. Кстати, вот насчет него не могу сказать. Ну, в том плане, что если его не используют, дадут на какую-то док-награду, по-моему, не замечал такой функции. Так что, скорее всего, скажу, что больше дачи нет. Ну, поймете. Когда до нее доберемся. Оттуда застрял? А, нет. Просто долго ряду запускается. Так. Да, здесь, кстати, будут призрачные пинки. Нам нужно будет проехать, вывести из строя, добить разными способами. В принципе, это можно сделать. В принципе, это можно было сделать здесь. Поскольку игра очень классная. Прям очень классная. Даже одного лишнего пинки увидеть не получилось. Ну, ладно. Здесь будет аренда, на самом деле, где будут и доставки ревенанты, и пильки, поэтому не переживайте. Так. Ой. Плетку решили дать кременную. Ну, ладно. Так, а еще кто? Рыцарь. Терепимо. И еще один рецарь. Терепимо. Главное, их в одну в угол надо сгонять. Все. Доберем одного. Доберем второго. Кстати, когда добиваете кременных демонов, время замедляется. Ну, то есть, правильно сказать, он останавливается. То есть, можно спокойно убивать и кременных, и обычных демонов. Если есть на то нужда. Но, опять же, повторяйте с прошлой серии, если остался последний кременный демон, лучше его не добивать, тем более, если время истекает. О, как его на тебя вышел, братан. Дровки в уровне на тебя вышел. Черт. Подлива. Жизнь, скорее всего, я потерял. Потому что А, слову, бог и Б, дурак. А еще я, походу, Арча упустил, да? Он, падла, стоит. Не добил я его буквально немножко. Сволочугу. Вот он меня и наказал. Наказал на самом деле вот этот вот чел. Но в основном госку подал, конечно, Арч. Хорошенько так подал госку. Так, с рыцарем пока общаться не хочу. Но настроен на это. Поэтому сейчас со здоровьем прям все грустно. Так и с дополнительными жизнями уже скоро будет. Хотя 30-й, какой-то жизни я смогу дотащить до финала. О, замечательно. Просто, просто, просто шик. И так рыто. Давай. Хорошенький урон. Давай. Что-то, что там у тебя здоровье-то. О, еще один. Ох, ракетами, что ли, вас угостить, ребята? Ага, патронов-то нету. А, там еще один замечательный. Просто огонь. Ладно. Блядь, откуда ты-то взялся еще тут? И да, угадаю. Ну, как обычно, да. Он спрятался за углом и начал свою атаку. Почему бы и нет? Нет, лучше его распилить. Что-то не поддается он добиванию. Все, поехали. Начал от этого вынесен. Потом остальных ребят. Так, кто-то где-то. Вот, максимально крыса. Все, нормально. Там стоится-то. Удобно? Ну, там пустой. Игра тебе нахуй. Я на текст не истратил. Это рейдер. Сейчас банатикс использовать на обычных зомби. И на одного целого. Ну, это вообще топ. Вот это вообще классно. Такого бага у меня еще не было. И че? А! Серьезно, то есть... Ну, артист. Ну, дает. Думали, перестает удивлять своими багами. 23-й год, а баги в игре все еще есть. Причем, такие глупые иногда, что просто ужас. Короче. Нам дают эту двустволку, понятное дело, для прохождения следующего бонусного блицерауда. На первой арене, короче, я забыл рассказать, есть прикольный баг. Если прям очень сильно поджимают герои, особенно там мародер, барон, вот эти вот все прочие ребята. Там есть лесенка, на которой вот, ну, по типу что-то такое вот лесенки, из которой есть платформы, где в основном на вас будут прыгать противники. Если встать на нее, ну, где-то, примерно, в центр, может, ближе к стенкам даже, если где-то здесь еще стоит парочка или тройка других демонов, обычные солдаты или другие воители, все другие демоны, которые будут прыгать сюда сверху, будут максимально убирать. При этом вы получаете, как бы, очки полные за них, и даже здоровье будет иногда из них падать. Как бы, doom moment. Я тянул, точнее, moment. 232 уровень. Какое счастье, что я получил. Как же, но всем плевать на это, да? Итак, понятное дело, что нам к этому моменту официально должны были вручить двустволку, так как здесь есть местные крюки, без которых, опять же, нахождение очень бы сильно затруднилось. Но, скажу честно, с первого раза у меня-то вместо пройти прям идеально не получилось. Поэтому, если же вы упали первый раз, готовитесь к тому, что золотую награду вы не получите прям за всем они тогда гарантированно. Ну, а хотя бы на серебряную, в принципе, можете рассчитывать. Вот эта арена, вот, единственное, что меня порадовало на втором задании. Она веселая. Не такая длинная. Плюс к этому моменту уже есть нормальные пушки, с которых можно полубаться. Так, сейчас что-то я поулыбаюсь. До крышки гроба. Вот это у меня прям шестеро, или там сколько их зажало одновременно. Забей. Тут тоже натиски бесконечно появляются, поэтому проблем с, не знаю, убийством 20 и сколько там рыцарей возникнуть не должно. Но это вообще спокойно делается, даже со стартовым дробовиком. Самое главное, вот такого вот не делать. Глупого вещей, как это делаю я. И просто от натиска к натиску бегать. У меня где-то получалось в лучшем случае убить 40 рыцарей. Вот это вот мой прям предел был. 37. Ну, я могу и 40, но оподлируется, как всегда. Вот это вот неплохое место, где можно побольше очков пофармить и заодно еще повеселиться. Вот идеальная, конечно, связка без двустолка и баллиста. У меня был момент, когда мне к этому времени уже тяжелую пушку и баллиста выдали. Но в этот раз решила игра обойтись. Ну, в этот вот момент вот баллисты выдают фиг на самом конце. Нам дают молот, что очень сильно облегчит в целом нам выживание теперь. И плюс, что хотел еще добавить. А к началу следующего уровня у нас будут все пушки. Куча баллисты и... Опять же, вспомогательное оружие, как вот молоток. Короче, гарнил здесь не будет. Здесь будет только молоток. Но у молотка здесь есть интересная особенность. Если вы помните, в DLC... Кстати, вот я выполнил задание, мне дали за него 2000. В DLC молоток требовал два действия. Ну, то есть, два зверских убийства или, например, отстрел двух слабых мест демонов. В этом режиме разработчики посчитали, что, наверное, молоток дать-то хорошая идея была бы в целом. Что бы облегчило прохождение. Но! Это как-то... Перезарядка за два действия, это больно жидно. Для задротов-то особенно. Поэтому разрабы дали и зарядку в четыре действия. Так что молотком здесь действовать нужно строго по тактике. И... Не направо и налево, к сожалению, уже. Ноу. Как же тут сжимают манкубусы эти? Это вообще жесть. Они хоть и замороженные были, и всё равно меня убили. О, примерно демоны. Ох ты, чёрт, тебя возьми. Так, полстяка убили. Что насчёт остальных? Так он мне манкубусы. Фу. Вы импы в манкубусах застряли, походу. Ну... Ну, против этого парня, понятное дело, молоток бесполезен. Так, 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 так. Хотя да. С этого момента можно спокойно забыть про... Так вот там, термоудар или... Волна, короче, у которой есть на пазме. Не будет называться, вроде термоудар. Зря, наверное, взяла бонус. Потому что волна-то всё, как бы... Случайно его зацепил на самом деле. Хоть кого-то я успею убить с него. Нет, вообще никого не успею. Короче, тут где-то сейчас появится у нас тотем. Скорее всего, он появится вот за этой стойкой. Вот за этой. Аня. Смотри, как он до другого месте. У меня тут вроде три точки было от всего. Мне, походу, выпала самая такая... Неприятная. Господи, у них ты. А, вот он где. Кстати, он тут никогда не падал. Он, по-моему... По-моему, да. Обычно он внизу появляется. Либо вот здесь. То есть тут всё-таки тоже какая-то рандомизация, но присутствует. Сейчас вот... Вот сейчас вот было какая-то максимальная подмена. Я вообще не помню, что произошло. Мне это не понравилось. Да, что-то патронов я получил не так много, как хотел. Так, мы заколебали. Вот на самом деле, это как вы знаете, вот я как сослышал. На самом деле, вот этот режим... В него играть вот прям вот залпом, конечно, тяжело. Вот на полной серьезе тяжело. Потому что он буквально вот с первого задания, после первого задания, тебя уже... Себя уже почти все соки в виду. А тут прям похраждение... Рассчитано на... Как бы залповое... И... Из четырех... О, из трех заданий. Ага. Я уже хотел сказать, что так легко-то? Четырех зомбаков дали. Угу. Народ дали мне еще барона. У-у-у. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Дубы-хантер под духом. Сейчас бы еще отъехать от него. Было бы вообще топ. Так, ладно, я его как-то буду на расстоянии пытаться ковырять. Не знаю, как мне это получится, но надо как-то пытаться это сделать. Молоток против него бесполезен, как и все остальное. В принципе, отстаньещее оружие. Разве что, может, гранаты... Так-то хоть будет заходить, но станпом, он тоже не будет проходить. Так что сейчас будем как-то на раз микроракетного пробовать душить. Если у нас сам... Ирвей не задушит. О! Че ты стоишь? Наверное, меня ждал. По-моему... По-моему, где-то как один, а где-то... Да. Не получилось. Так. Где он там? Блин. Ну да, как и демоны пошли. Вообще не в тему. Можно, конечно, кулаками попробовать как-то долететь до него. Но я че-то... Че-то... Не горю желанием. Кстати... Ну-ка, отойди. Не пробовал. Кстати, плазмы может его как-то щит снять. И так дамажить. Ну, не знаю, мне кажется, тактика дурная. А еще-то... А, вот все. Не очень. База слетела. Все, можно его спокойно добить. Все. Ну, вот. Это один из таких вот простых способов, которые мне получилось выбить из него. Ну, сразу же убиваем, потому что он, по-моему, начинает селяться в пинки, которые, кстати говоря, нам нужно убить зверски. По-моему, пока что в первое время этому никто не помешает сильно. Так что... Рекомендую, наверное, больше плазмы их раздамаживать. Ну, пусть плазма по площади бьет. Так что... Какое-то время тут придется покрутиться возле них. О, еп. Свиноты. Когда уже застанетесь-то, господи. Вы все-таки души иногда бываете. Ну, я обычно как делаю? Как на сингле. О, о, о. Я либо рядом с ними, либо прямо в броню стреляю. Что, в принципе, ну, такой стандартный нормальный врон прописывают им. Спокойнее их. Ну, как, равномерно, я бы сказал, раздамаживают. Так, только вопрос. Уже долна, чтобы следующий отошло. Все. Все, всех убили. Но теперь можно всех этих пинкер, как обычно убивать. Так, это еще только третьего. У нас еще будет четвертая. Бэфгатт дают, но ее не трогаем, как помним. О, кстати, на ней я вообще не помню, кто будет. А-а-а. Ну да. Как такого рода и забыть-то можно. Вот тут я точно квад прибью на кого-нибудь. Например, для этого парня с броней. Вряд ли он такой сложный. Вот он точно не тот, который бы я хотел бы потратить. Давай. Давай. Так, это... Вот это был очень нехороший звук. Вот это был очень нехороший звук. Ищем, ищем. Вот он. Для него уже усилили. Падла. Хотя его видно за счет усиления... Хотя, да. Усиление. Это так... Это Арч, что ли, появился? Господи. Урод. Хотя было задание на третьем... Испытание будет, точнее, на третьем задании. И надо будет Арча с определенной... Позицию убить, так что... Ох, мы еще намучаемся с этим заданием. Ну, теперь можно спокойно жить дальше. Я сейчас я почему-то подумал, что это там второе появление. Ага, конечно. Так можно, в принципе, воронто было добивать. У него осталось буквально там хп на одну тычку. У-у-у-у. Так, все, началось. Началось. Так, сначала микроракеты, потом его обоздука попробуем. Если, конечно, мародирующий сильно выдерживаться не будет. А он, чувствую, будет. Ему вам нравится это. Кстати, за убийство душ Пейна дают ноль очков. По-моему, это немножко, но... Это немножко натиск отодвигает. Лицу получу. Нет, не получил. Красавчик молодец. Лучший. Мох. Король. Лучший. Все, теперь можно спокойно мародеровать. Даже, кстати, его можно убить с доской комбинации. Прям максимально жесткой. С молотка. Тяжелые пушки. Еще и под этим. Ну, вы поняли. Сейчас я так немного хп ся подниму. Чтобы прям гарантированно не подливиться. Ладно еще попутно этих разорожить. Красавчиков. Все, я готов. Я готов. Давай. Где ты? Лучи. Жесть. Он просто испарился. Ну, я не веду, правда, бародеры. Он просто кого-то исчез. Это он не последний был. Кто-то в аварии надержал. Кто-то еще раз придет. Судя по всему. Так, ребята, вы, походу, и реально последний уже. Так что... Ну, ладно, неважно. Я хотел молотком от вас отхилиться. Все? Да. Вот нам дают баллисту. Могли бы и пораньше дать, на самом деле. Вполне себе, кстати, может быть вероятно такое, что... И после первой арены на самое первое задание вам дают баллисту. Но это очень прям маловероятно. Это максимально прям маловероятно. Но у меня был трай, когда мне дали двухстволку. После первой же арены я комбычил сразу два дробовика. Так что... Все может быть. Все может быть. На самом деле. Ну, отыграло, конечно, очень так себе. Очень так себе. Я даже не уверен, что я смогу свой предыдущий результат показать. Там в 280, что ли, тысяч. Хотя, боевой счет у меня выше, хоть и на тысячу. Тут на 200 очков потерял. Тут тысяча. Тут тысяча сверху. Ну, вот я как-то во множители натиска прям вообще... Ну, потому что я его в никуда потратил. И плюс... Я убил меньше, чем тогда рыцари на бонусном задании. Ну, тут, в общем, такая статистика плавающая. Где-то больше, где-то и меньше, но... Вот множитель натиска, вот он тут сыграл, конечно, сильную роль. Возможно, это чисто из-за него до предыдущих вершин уже не добраться. Ну, ладно. Увидимся на третьем задании. Оно будет последним и самым тяжелым в этом событии. Точнее, в этом режиме. Поэтому... Нервов будет потрачено очень много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин